Беларусь 1 и Беларусь 24 Беларусь 24 Беларусь 24 знаю только одно, что их можно побеждать. Их нужно побеждать. И лично я к этому и стремлюсь. И мне часто говорят, что вот они там черненькие, и как ты с ними вообще соперничаешь? И вообще реально ли их обогнать? Я считаю, что реально. Я считаю, что дело не во внешности, не в каких-то гендерных принадлежностях. Я считаю, что дело просто в самом человеке. Если ты хочешь, ты добьешься. Вот это подход, а! Ну что ж, несмотря на все стереотипы, на все вот эти вот предубеждения, в матче тебе удалось войти в тройку лидеров. И вот твое мнение, успех больше зависит от тренера, от спортсмена, или от врачей, или от медиков, как уже тоже шутят? На самом деле от всего полностью зависит. Потому что не может зависеть только от спортсмена, или только от тренера, или только от медиков. В любом случае, это работа и тренера, и спортсменов, и людей, которые помогают. Массажистов, докторов и так далее. Я считал, что ты была не самая прилежная ученица, и воспитанница, да? Ты спорила с тренерами, да? Да, было такое. А что было? Расскажи, какую-нибудь историю расскажи нам. Ну, честно, я даже так не могу вспомнить. Было так много? Было так много, и бывало просто, что меня сравнивают с кем-то. Я не люблю, когда меня с кем-то сравнивают. Я, вот есть я, и есть я. Все, сравните с моими ошибками и с моими... Понятно вам, а? Недосчетами, да. Вот, и, наверное, по этому поводу больше всего и спорила. Бег с барьерами – это такая дисциплина, которая, ну, считается визитной карточкой, наверное, в легкой атлетике, да? Ты знаешь, с чем сравнивают барьерный бег? Еще. Нет. С балетом. Серьезно? У нас есть фотографии, да, давайте. Как это вообще? Есть у нас фотографии? Да, вот. Вот как это? Ну, вот так примерно. Похоже, да? Не думала никогда про это? Ну, не знаю, не сильно. Расскажи, бывали такие случаи, когда вот барьерный бег где-то был полезен в быту? Ну, может быть. В погоне за автобусом где-то? В погоне за автобусом, кстати, это очень-очень полезно. Потому что, например, вот у меня мама, она, когда бежит за автобусом, ей очень сложно. Ну, вот, я говорю, мама, бегай. Как бы. Вот я, допустим, всегда успеваю. Не успеваешь на одну остановку, знаешь, ты можешь добежать до второй. Зачем тогда автобус? Вопрос. К чему? Ну, рано или поздно. Может, уже добежать, в конце концов? Ну, Эльвира, ты и правда звезда нашей легкой атлетики. Это так и есть, да? Здесь без лишней лести, потому что ты покорил много вершин. В 2014 году была первая большая победа. Ты взяла серебро летних юношеских олимпийских игр в Нанкине. Удается ли... Вопрос про спорт уже не будем. Понятно, классно победила. Удается ли во время таких поездок, командировок, посмотреть страну, куда ты приезжаешь? Когда приезжаешь на официальные старты, такие как чемпионаты мира, чемпионаты Европы, как юношеские олимпийские игры, то, конечно, да, можно где-то походить, посмотреть город. А когда соревнования по приглашению, ты приезжаешь, например, ты сегодня приезжаешь, завтра выступаешь, послезавтра улетаешь. И там нет уже возможности просто походить, погулять по городу. И как бы вроде бы ты объездил всю Европу, а на самом деле не увидел ничего, кроме аэропортов. Ну, ничего, бывает такое. А как ты вообще, как ты хорошо, как ты празднуешь свои победы? А я не праздную. Ну, ты не празднуешь, да? У меня есть история про твою маму. Ты уже раз заговорила, что мама отмечала одну из медалей, как военные отмечают повышение в звании. Да. Так сказать, да? Это правда? Расскажи. Это было после чемпионата мира юниорского. Сама от себя не ожидала, и даже тренер не ожидал, что самое интересное. А вперед? Нас только не верили. Молодцы, тренеры, молодцы, что сказать. И мама тоже, видимо, не верила. И в итоге хорошо отпраздновала. То есть, ну, прям замачивали медаль, получается, да? Да, на самом деле. Неплохо. Впереди Олимпиада в Токио 2020. Расскажи, пожалуйста, про свой настрой, про твои ощущения сейчас, когда ты уже понимаешь, что будешь выступать. Ну, вся подготовка ведется именно к Олимпийским играм. Понятно, что сейчас будет чемпионат мира, и там тоже нужно выступить достойно. Но все равно вся подготовка, все мысли сейчас, конечно, уже ведутся к Олимпийским играм в Токио. Ну, а как сейчас выглядит подготовка, сборы? Как проходят? Пока что мы сидим в Минске. Так, пока неплохо. Готовимся. Да. Так. В манеже, между прочим. Когда, допустим, в Дохе сейчас будет температура 40, будет немножко перепад. Да? Чуть-чуть. По погоде, да. Вот. В Дохе будет турнир в Катаре. Это какого ранга турнир? Это чемпионат мира будет. Чемпионат мира. То есть там тоже можно будет болеть за Эльвиру. Я хочу все-таки, да, попросить тебя сейчас, мы проверим, насколько ты, в принципе, готова к поездке в Токио. Дело в том, что, что пригодится в Токио. Во-первых, язык. Японский. Наверное, не самый популярный, потому что, ну, по-английски где-то, что ты, может, уже слышал, уже примерно найдешь общий язык с японцами. Там чуть-чуть посложнее. Давай проверим. Я буду тебе называть японские слова. Ну, с моим, естественно, идеальным знанием японского. Ты попробуешь угадать перевод. Ага, давай. Конищуа. Это привет, наверное. Ну, это, да, это популярное слово. Давайте поаплодируем. Первый балл. Заработали. Угу. Огеньки де сука. Может быть. А почему-то из такой интонации гугл-переводчик прыгает. Может быть, как дела? Неплохо. Это правда, как дела. Серьезно. Это логично. Окей. Вот прям такое ощущение, что что-то про победу. Не знаю. Можно мне золотую медаль? Друзья, да ладно? Серьезно? Неплохо. Вы просто с правильным акцентом сказали. А, сразу там как бы там в конце сразу обращение такое идет. Это медаль, если что, да. А, расскажи, пожалуйста, я знаю, что для тебя, ты говорила, золотая медаль, Олимпиада, это не самое главное в жизни. Да? Что главнее? Для меня самое главное – это семья. Я всегда говорила, да, во всех интервью, что для меня самое главное – это семья. Потому что в конечном итоге спорт, он все равно закончится когда-нибудь, а семья останется. И поэтому я люблю семью. И для меня это самое важное. Последний вопрос. Хочется сейчас понятно, что максимальное внимание к спортсмену, когда победа, когда на пьедестале, когда золото, тем более, когда Олимпиада. Но, вот чего сейчас, может быть, не хватает во время подготовки, когда ты понимаешь, что старт впереди? Чего не хватает? Не знаю, мне кажется, мне не хватало отдыха все это время, что самое интересное. Сезон очень большой, и начиная с начала мая, ну, вплоть до, получается, октября, я буду тренироваться, соревноваться, и мне не хватало в это время отдыха. Поэтому сейчас есть такое ощущение, что вот если бы я отдохнула где-то там, то, может быть, не знаю, было бы больше сил, но в любом случае я настроена, и настроена по-хорошему. Как сложится, я не знаю, но я настроена. Это самое главное, считаю. Ну что ж, сейчас я предлагаю сыграть, поскольку Олимпиада, в принципе, событие, которое важно и для мира спорта, и для телевидения, предлагаю сыграть в наш интерактив, который так и называется «Бегущая строка». Это «Бегущая строка» на Макайонке 9, Эльвира Герман, Евгений Перлин. Что мы будем делать? Мы будем читать обычный суфлер, новостной текст, как это происходит обычно в новостях, но мы еще одновременно и идем, что усложняет, наверное, задание нам. Главное, мне сейчас не уйти далеко. У нас будет один суфлер, мы его читаем. Как только кто-то ошибается, добавляет себе одну передачу, одну скорость. Договорились? Да. Ну что, поехали, начинаем? В Минском зоопарке 1 октября, в Международный день пожилых людей, пройдут бесплатные обзорные экскурсии для пожилых граждан. Группы обзорных экскурсий будут собираться у главного входа в 11.00, в 13.00 и в 15.00. Посетители смогут больше узнать о природе, полюбоваться на редчайших животных, птиц, рыб и рептилий. Православные верующие сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, один из двунадесятых непереходящих праздников, которые установлены в честь рождения Пречистой Девы Марии. Именно с этого дня ведется в отсчет годичный групп церковных празднеств. Огромную историко-географическую карту Чашникского района выложили из разноцветной плитки в райцентре. Карта площадью 432 появилась в центре города, рядом со зданием музея. Проект реализовали примерно за три месяца. На карте изображены основные населенные пункты, дороги на Волокомольское ГРЭС. В будущем появятся другие предприятия района. Ну а сейчас к новостям спорта. Во второй день чемпионата мира по вольной борьбе в Нур-Султане белорусские спортсмены не смогли выйти в финал турнира. В олимпийских весовых категориях выступали Азамат Нуриков и Виталий Песняк. Нуриков проиграл олимпийскому чемпиону Джордану Бароузу из США в схватке. Все, я не знаю. А у меня новости из моих любимых соцсетей. Фейсбук из-за утечки данных приостановил работу десятков тысяч приложений примерно от 400 разработчиков. Приложения, имеющие доступ к персональным данным пользователей соцсетей, компания начала изучать еще в марте прошлого года. Ага, специалисты отмечают, что проверение мирового приложения и расследование продолжается. У меня уже 7 скорость. Завершилась активная фаза совместного учения. Щит Союза 2019. Белорусские войска покидают российский полигон Мулина. На протяжении недели войска двух стран выполняли задачи маневров. Вы представили со мной разные войска линии брон, тяжелые танки, прикрытие артиллерии. Добавляем, добавляем, да, целую передачу добавляем. И где-то реактивируют беспилотники. Все. В это воскресенье Минск вновь присоединится ко всемирному дню без автомобиля. Улицы города заполонят велосипедисты. В 9 вечера на Октябрьской площади по традиции стартует массовый забег. А водители... А! Дома бесплатно смогут остаться единицы на общественном транспорте. В 8. Семья Петра и Ольги Мечковских из-за... Не так, как город Калибис... Добавляем. ...младичинского района одержала победу в основном этапе республиканского сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2019». Областной этап проекта состоялся сегодня в Любовне. За звание самой трудолюбивой в роли 17 семей из разных уголков столичного региона. Может, рекламную паузу объявим, пожалуйста? Нормально. В Барановичах рабочие при прокладке канализации выкопали артиллерийский ствол со снарядом времен Великой Отечественной войны. В милиции 18 сентября около 14.00 позвонил прораб. Он сообщил, что во дворе дома, на улице Заслонова, работники занимались прокладкой канализационной системы. Выполняли земляные работы. Они увидели в грунте подозрительный металлический предмет, который оказался артиллерийским стволом со снарядом. Специалисты саперной пиротехнической группы вывезли пушечный снаряд и боеприпас. У меня девять уже. Численность популяции благородного оленя в белорусских лесах с 2006 по 2018 год выросла более чем в два раза. За последние годы в стране заметно выросла численность копытных животных. По данным Минлесхоза в Беларуси сегодня насчитывается около 34-35 тысяч осей благородного оленя. Наблюдается неплохой рост численности лося и косули. Друзья, невозможно человека обыграть просто. И в новости можно брать. И на Олимпиаде будем болеть. Ваши аплодисменты. Эльвира Герман. Эльвира Герман.